приветствую всех любителей рыбалки небольшая распаковочка блесны для магазина fmagazin.ru а сегодня будем распаковывать блесну финской фирмы куасама модель называется профессор 2 хелмики вид но мы просто называем вот эти блесна профессор то есть они как в народе пошли по заглавному названию так они называются блесна это в принципе одна из разновидностей второго профессора самая легкая во втором номере получается размер у нее длина 90 миллиметров весит она 13 грамм всего лишь при таких размерах данная расцветочка называется вот здесь сзади должно быть написано black fire сил сильвер и приставочка увы приставку в это означает то что она светится в ультрафиолете и вот такая яркая раскраска в принципе должна отлично себя показывать в пасмурный день вот ну давайте в принципе что здесь по коробочке ну как всегда в магазине я думаю стопудово продаются оригиналы в принципе и по расцветкам тоже я на куасама именно на таких вот близких к оригиналу расцветок не встречал китайцы там что-то пытаются делать но по расцветке сразу понятно что это вообще просто левые какие-то блесна хотя подделывают их регулярно очень много вот ну давайте ее извлеку вот так вот блесенка выглядит вблизи расцветочка черный с лимонному таким вот цветом вот в данной блесне имеется вот этот вот камушек бусинка а бусинка по словам производителей является отличной точкой атаки и еще в этой блесне имеются два крючка верхний по моему кстати должен быть поменьше вот у меня потому что таких блесен очень много ну да действительно верхний верхний крючок поменьше а вот ну что я рекомендую делать и в принципе что я делаю с этой блесной вот этот вот крючочек снимется и пойдет в запас здесь по моему стоят тройнички от вимси он пойдет запас сюда будет крепиться застежечка а вот этот тройник тоже снимется и сюда я поставлю так скажем двойной крючок размера 2 дробь 0 вот у кого сама есть такие не зацепляющиеся крючки но в данном случае можно обойтись обычным двойничком и в принципе эту блесенку я планирую применять да и уже применяю это просто как бы дубль у меня этой блесны применяют для ловли в заброс допустим на отмелях по поздней осени то есть это где-то середина конец октября начало ноября вот где-то вот в этих числах она себя отлично показывает то есть находим какую-нибудь заводь осенью когда вода начинает падать у нас этих заводей получается на волге в заливах очень много соответственно глубина в таких местах ну где-то допустим 40 сантиметров вот но большой минус таких мест то что там допустим вся вот эта вот трава ковром ложится на дно и при забросе тяжелой приванки то есть она очень быстро опускается где-то на сантиметрах 20 от свободной воды там начинается трава и она начинает тройничками вот эту всю траву цеплять то есть получается мы не делаем никакую проводку а просто тянем и блесна там практически не играет поэтому вот применяются вот такие облегченные блесны то есть она зовут эти 20 сантиметров которые там остается от чистой воды до начала травы она умудряется там просто очень классно спланировать благодаря своему легкому весу ну и соответственно получается какая-то игра грубо говоря весь смысл проводки это джиговая ступенька классическая то есть выводим ее практически на поверхность и даем в лесне осыпаться и так соответственно повторяем то есть обычно на падении происходит удар щуки и щука бывает ну где-то в районе двух-трех килограмм в таких местах обитает то есть она там караулит малька жирует и все прочее вот эти вот блесенки очень классный щучий размер в принципе можно взять большего размера но 70 75 по моему я не рекомендую по щуке вот 90 это самый золотая середина и вес вот этой вот 13 грамм есть еще 18 грамм вот эти два профессора самое то есть основное оружие по щуке ну в принципе всем советую брать пока эти блесны есть и они иногда периодически кончаются затем завозятся завозится уже гораздо дороже и так вот с ними всегда то есть они есть есть потом их резко нет нигде ни в одном магазине а потом они появляются гораздо дороже вот почему-то такой с ними есть нюанс поэтому рекомендую брать по тем ценам что есть принципе дешевле они точно не будут а блесна классные классические должны быть в каждой коробке любителя ловить щуку у меня на этом распаковочка подходит концу ставим класс подписываемся на канал до новых встреч пока